друзья всем привет сегодня воскресенье 13 марта 10 утра мы выпускаем новое видео для вас что вам сказать друзья братья украинцы держитесь победим идет великая отечественная освободительная война народа украины против российских оккупантов я в киеве тут на местности работаю волонтером развожу людей воду еду лекарства здесь наводим движ как можем стараемся быть полезными вообще снимать сейчас в городе довольно проблематично люди к видеосъемке относятся очень настороженно я вам собрал отчетный репортажный ролик о том что происходит немножечко пару кадров с киева увидите увидите пару кадров с чернигово которые сняли наши друзья а также все наши ребятки кто на связи кто наводит движение тоже по чуть-чуть сняли и мы сделали такую сборную соляночку чтобы оставаться на связи с вами чтобы не терять эту ниточку связи друзья все будет четко держитесь всех обнял братья украинцы на связи правда за нами верьте оставайтесь храбрыми смелыми поддерживайте движуху как можете я понимаю каждый не может брать в руки автомат но каждый может быть полезен на своем месте проявляйтесь кто как может все вместе мы соединимся в огромный кулак народного гнева и обязательно попить победим все друзья приятного просмотра а и ну и сейчас будет картинка отчетность о буквально только что скинул денежки на армию которые собрали на крайнем стриме сейчас будут скрины всем спасибо за поддержку всем низкий поклон если есть возможность 200 300 500 гривен скиньте хотя бы на армию помогайте волонтерам помогайте где вы можете кто на каком месте находится там и проявляйте активность все всем спасибо приятного просмотра мы скидываем деньги по-разному скидываю через фонд поварность живым через диу через приват 24 а также скидываем напрямую непосредственно военным частям которые мы знаем которые нуждаются так иногда получается быстрее и эффективнее вот пацаны вот эта машина которую переехал мужчина в ней был и вражеский бтр переехал эту машину и здесь же наши гопники забрали потом этот бтр и потом отдали их засушникам да ну то не гопники то молоденькие спортсмены были спорт костюмах с моей секции и они забрали а потом отдали бандитов засушникам красавцы это оболонь смотрите пацан не вписался в поворот трошечки автомобиль повредился но ничего бывает надо следить за вождением особенно в такое непростое время пацаны военное нелегкое время вот это сплошь и рядом теперь у нас мы уже привыкшие нам уже все нас уже этим не удивить в общем выбрали супермаркет продукты в принципе есть цены немножко поднялись но не на все товары будьте внимательны сейчас бабушкам дедушкам потому что у них нету денег себя обеспечить спрашивать у них сами подходите интересуйтесь может им нужна какая-то помощь в плане даже продукты питания помочь купить и там дать денег или продуктами будьте внимательны в принципе самый главный пацанячий отдел заполнил то есть сухарики чипсы все есть в наличии сейчас возьму немножко пацанячей еды и типа потому что она первых долгоиграющие с чайком нормально можно кушать то есть она более менее можно сказать сбалансированное питание для нынешнего времени затарились пацанячей едой именно ну а ты довольно сбалансированное питание для нынешней ситуации но первых не портится долгоиграющие ну и можно почек нормально это кушать не переедая и при этом как бы обеспечивая себя энергией в принципе нормально пацанячий еда находимся у себя дома сейчас день но все равно периодически может каждые полчаса воздушная тревога лес заминирован в лесу особо не погуляешь поэтому прячемся дома кто не знает одно из самых вообще безопасных места в доме это вот здесь около лифтовой шахты потому что здесь от улицы защищает больше трех стен соответственно если стать вот здесь вот это получается одной из самых безопасных мест в доме ну это если укрываться от осколков больше естественно что если перелетит в дом то тут уж как повезет если обрушится конструкции то обрушится но как показала практика эти панельные дома довольно крепкие на подобие вот такого вот собачка самом безопасном месте в доме шо как ты бродяга не дрожи все хорошо война скоро закончится но самое безопасное место в квартире получается тамбур либо коридор у всех разные планировки но главное чтобы хотя бы несколько стен отграждали получается помещение от улицы в данной квартире это вот коридор здесь собачка лежит тут мы получается спим вот с сереженькой не дрожи маленький скоро война закончится не бойся боится потому что слышны там на фоне далеко артиллерия работает короче говоря еще важный момент огнетушитель всегда что был под рукой мало ли всякое возможно а сейчас небольшой репортаж от нашего друга из чернигово это дима дина который сейчас находится прямо в чернигове чернигов очень сильно пострадал мы отдельно очень сильно любим этот город вы знаете всю эту движуху между вьетнамом и черниговом так что братики чернигов держитесь димочек тебе отдельный привет пару кадров из нашего родного чернигова сейчас расскажу каких условиях мы живем у нас постоянно слышны взрывы поэтому окна у нас забиты и мы живем в перебежках получается начинаются сирены мы начинаем убегать и прячемся в цокольном этаже здесь я могу потренироваться когда все хорошо чтобы держать свое тело и психику в нормальном состоянии соседский код окна получается у нас как-нибудь закрыты здесь очень хорошо мешками укреплены окна подушка мешки потом здесь какие-то запасы еды где-то тут еще запасы воды здесь я сплю мой спальник мой рюкзак всякий случай если что-то уже кардинально случится здесь спит моя семья у нас есть вот такой вот котел потому что обычный котел загорелся во время перепадов электричества и вот здесь еще в сауне есть еще одно спальное место где также можно спать вот так мы живем но он сам нормально всем привет меня зовут дима я из города чернигово и хочу показать как наш город герой выживает и справляется с русской ордой которая оккупировал наш город и позади меня находится кинотеатр имени шерса который со временем стал уже молодежным центром и принимал очень много прогрессивные молодежи которая устраивала здесь кинопоказы лектории разные даже презентации авторских видео и что за собой несет получается этот русский мир это культурное место которое служило прибежищем очень многих прогрессивных людей нашего города одна из главных трагедии чернигова это попадание авиабомб его вышла и дома что вы можете наблюдать позади здесь была аптека и здесь стояли люди на тот момент авиабомбы попали в трех местах выносили везде окна и вот вдали вы можете увидеть последствия этих взрывов это было очень много пострадавших и погибших здесь еще радиусу воронки которая осталась после этого на очень огромном радиусе у людей повылетали окна и жить в домах стало очень сложно а сейчас позади меня на котором играет черниевский клуб под названием вы можете понаблюдать как сейчас здесь после прихода русского мира все выглядит и что они за собой несут только ямы, разруху и по своему желанию запустят здесь можно увидеть один из черниковских храмов под который приземлился русский снаряд можно увидеть что они хотят нам дать и что принести здесь моя родная школа которую я закончил и видно тоже досталось здесь можно увидеть как досталось и сколками по моей родной школе заметите следов приземления одного из снарядов он прямо на дороге центральной и вот тут следы на машине как оно пострадало впоследствии этого попадения что бы я хотел сказать напоследок это то что чернигову 1400 лет он пережил очень множество разных навал в разных оккупаций и мы переживем и это переживем путина переживем эту россию точнее русский мир который он несет за собой и мы справимся мы выживем и будем жить дальше в свободной стране который называется украина слава украине привет всем подписчикам канала супер сус меня зовут катя и я коренная киевлянка но к сожалению из-за происходящих событий с киева мне пришлось пока временно уехать уже очень много раз переснимаю но в общем я хотела бы сказать большое спасибо в первую очередь тем кто нас защищает и передать сожаление тем кто сейчас находится далеко от своих близких тем кто не по своей воле не по своей инициативе уехал из родного города всем тем кому сложно и просто сказать от себя я уверена и я не сомневаюсь вообще ни на секунду что все обязательно будет хорошо что мы обязательно победим в этой войне и что мы справимся в общем ребята правда за нами мы обязательно победим и все будет хорошо потому я каждого обнимаю каждому желаю очень много сил и держитесь добрый день дорогие телезрители дорогие друзья всем привет сусанин не развязался сусанин трезвый в здравом уме и рассудке друзья идет двенадцатый день моего пребывания в бомбоубежище значит сусанин надежно спрятан в недрах земли сидит тут с ним все хорошо от скуки едет крыша значит чем смогу помогаю помогу делаю как бы на пользу как говорится всем нам и благо нашей любимой украине и как говорится на радость всем вам в общем понятно что сейчас как бы до веселых влогов нет тема но поскольку как бы крыша едет от скуки как говорится надо что-то делать надо делать и что-то полезное поэтому я придумал от скукоты вот такой вот интересный сюжет вам снять показать вам что как и к чему в общем ситуация следующая я уехал из киева вот и в принципе как бы когда я уходил это было пять утра ну как бы я-то человек опытный как бы туристических каких-то планах путешествия полосках но не суть как бы в общем все что считал нужным в течение там у меня было полчаса час я собрал как бы в этот рюкзак решил для вас сейчас сделать небольшой обзорчик как бы что находится как бы собственно это все что у меня осталось как бы больше мне ничего нет но есть автомобиль еще но как бы с ним тоже можно как бы в любую минуту попрощаться вот ну и вот здесь рюкзак который собственно и теперь является моим домом как бы и всем что у меня как бы собственно осталось вот что сразу хочу сказать в общем то рубрика была посвящена тому чтобы в данной ситуации случилось так что случилось у нас в стране началась война и по и пришлось как бы уходить из города то есть я как бы приверженник двух моментов в этой жизни если начинается какая-то вот такая вот штука как страшно война то есть либо вы берете автомат и как бы воюете либо как говорится если вы не можете держать автомат и не можете воевать тогда пожалуйста не мешайте военным как бы делать их работу взяли рюкзак как бы и куда-нибудь подальше от зоны боевых действий чтобы не путаться под полями не попасть самому и наводить как говорится лишнего шороху в городе не маячить как говорится вот хочу рассказать рюкзак вот рюкзак если собираетесь куда-то идти если собираетесь куда-то идти в первую очередь что я вам хочу сказать по поводу вещей постарайтесь одевать яркие вещи постарайтесь не носить военной никакого камуфляжа ничего передвигаться 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 лучше всего лучше всего это среди белого дня когда вы все вас видят то есть вот у меня вот коврик есть у меня есть спальник это на случай того, чтобы спать вот, передвигаться днем во всем ярком, стараться все яркое как вы видите, у меня все на мне что видно, было, что я цивильный житель как бы, потому что вы будете как бы сталкиваться с военными с не военными непонятно вообще, с кем вы можете в дороге столкнуться, и вам нужно всем своим видом показать, что вы никакого отношения к военным как бы не имеете, вы просто мирный гражданин, который уходит из-под пуль, так сказать, спасается вот вот так, вот этот рюкзак как бы вот такой туристический рюкзак, у меня вы его много где видели, наверное, в сериях путешествия, хочу рассказать, что находится в нем внутри вот вот мой рюкзак про который я хочу вам рассказать, что же находится внутри, что я взял с дома, и что как бы там важно, и еще прежде чем начать осмотр рюкзака я хочу вам сказать, что Этот рюкзак, как бы, туристический на 75 литров Вот, здесь, как бы, все жизненно необходимые вещи Но, но Самое главное, в принципе, это даже не автомобиль И не этот рюкзак Самое главное у меня находится здесь Вот Это сумка, как бы Это то, с чем я сплю, как бы Это, собственно Как бы, документы Карта Как бы, телефон Телефон, на который мы сейчас снимаем Но Но Телефон может в любую минуту Сесть, разбиться Его могут забрать Всегда обзаведитесь бумажной картой Пускай у вас всегда в туристическом рюкзаке Будет бумажная карта И вообще, вообще, в принципе На будущее, ну, как вы знаете У нас война в Украине, к сожалению, идет уже с 14-го года И, в принципе, так предполагалось Что рано или поздно, как бы Ну, война шла на востоке Но, как бы, это все внутри страны было И рано или поздно Предполагалось, что могло бы, как бы Ну Короче, война, типа, никого не касается Пока это не коснется лично нас Нашего дома и нашей семьи Но так уже исторически сложилось Вот И был собран заранее рюкзак, как бы И Ну, были мысли такие были Где-то в голове крутились Бумажная карта На которой Желательно, желательно В мирное время Ну, к сожалению, я этого не сделал Все уже делалось по импровизации В мирное время Берете И прорабатываете маршрут Пункт своего отступления Где вы живете Какими лучше Маленькими дорогами Отступать подальше от зоны боевых действий Нарисовать на бумаге маршрут Чтобы вы знали Чтобы не потеряться Потом Деньги Что касаемо денег Что касаемо денег Желательно, желательно Друзья Всегда иметь наличку Потому что Я еще раз повторю Что За 12 дней Как бы я столкнулся с рядом Моментов И хочу это видео Я это видео хочу Вообще Основать чисто на своих Личных Как бы Опытах Не хочу никого там повторять Или что-то кому-то доказывать Рассказывать Чисто на своем жизни На опыте Я столкнулся уже с ряда моментов Когда не работают банкоматы Когда выключается свет в городе Когда еще какая-то штука Это же туда можно и приписать И машину Если вы на машине Друзья Всегда запасайтесь Пластмассовыми канистрами Или хотя бы Пятилитровыми бутылками Потому что заправки Первый же День-два Скорее всего Уже не будут работать И машина В лучшем случае Станет просто хвалом Который придется оставить Где-то на дороге Вам придется идти пешком Когда вы пойдете пешком У вас на плечах Окажется Вот этот вот Друг Это все что у вас есть Все что вы взяли Из дома Из дома Поехали Расскажу вам Что я здесь взял внутри Что самое первое Я уже говорил Что Никакого камуфляжа Никакого иена У меня аптечка была В военной сумке Я ее решил сегодня выбросить И все Короче Забомбил Именно Вот В такую Сейчас я Так Открыву В общем Друзья Вот аптечка у меня есть Я что хочу Как бы Я не медик Я не медик И как бы Сейчас разгугольствовать Особо не буду Вам про лекарства Но хочу В двух словах Сказать Жгут Вот есть Для перетяжки Ран Если вдруг Где-то Поцарапаете Порветесь Клейбээфранк клейт Что тут Аммиак Сознание поднимать Что тут Спирт Ну спирт Понятно для чего Спирт понятно для чего Аммиак Еще аммиак Где-то с бомбарит Он избрал Что тут еще Йод Друзья Смотрите Атаксил Атаксил В общем Суть аптечки О Кстати Это с убежища Таблетка На полтора литра воды Хлористый Чего-то там Воду очищать Это в бункере Нашел аптечку В общем Суть аптечки моей В чем Многие говорят У меня нет аптечки Я говорю Что типа Эта аптечка Из дому Эта аптечка Из дому Я ее забрал Как бы И увез Суть аптечки В том Что как бы В принципе Ну я то свой организм Как бы за 47 лет знаю И как бы В принципе знаю Чего от него ждать И знаешь Что у меня иногда Срачка бывает Вот Есть энтеросгель Есть короче У друзей похмель Есть спирт Ну короче Свою аптечку Я сугубо Основывал На тонкостях Своего организма То есть как бы Есть какие-то Таблетки легкие Там анальгин Такое Пластырь Я мозоли могу натирать В походах часто Пластырь должен быть В общем Самое жизненно необходимое Лишнего здесь Ничего нет Оно никогда Не пригождалось В принципе Для человека здоровый Но дай бог Чтобы не пригодилось Но аптечка Должна всегда быть Всегда должна быть Даже дикофенак есть Эти суставы мазать Как поперек Пережми Аптечка должна быть Обязательно быть По-любому Потому что рядом с вами Могут оказаться люди Которым это может понадобиться Дай бог Чтобы не понадобилось Фу-фу Зубы вставил Руки Ноги целы Хорошо Слава богу Смотрим дальше Что у меня еще есть Смотрите Я в ярких Светлых штанах Я даю Как бы Показания того Что я чистый Исправный Хороший Красивый мальчик Но Я взял Вторые штаны Закинул Вторые штаны Потасканого виду Вот Потому что Передвигаться Может прийтись По болотам По лесам Носить дрова Пилить дрова Где-то В дороге Могут кончиться Деньги И вам придется Работать За еду Или не за еду Или за то Чтобы где-то Переночевать Я взял вторые Грязные штаны С луба Для того Чтобы где-то Может быть Что-то надо Где-то помочь Может бабушке Что-то перевезти Смотрим дальше Что у меня тут есть Термобелье К сожалению Штаны я пропердел Уже Штаны кончились Осталась только кофточка Ну скоро тепло Благо сейчас уже Не так холодно Но термик На всякий случай Еще взял Сейчас еще чуть потеплеет Оставлю его Выкину Я вам скажу Еще такую штуку Что за где-то Две недели Похода В рюкзаке Все четко Становится на свои места Аккуратно Стопочками То что вам не надо Вы потеряете Либо украдут Старая добротная Мудрость автостопщика А то что вам надо Вам подарят Либо вы найдете Футболки сменные Футболки сменные Вот По поводу еды Друзья Ну я не знаю Как бы Тут шаг уже такой По поводу запаса воды Это еще с Киева Две недели уже Почти в воде Я с Киева набрал С крана воды Когда уходил И вот ее на всякий случай В принципе С собой вожу Вожу ее с собой Не знаю Пригодится Не пригодится Но пускай будет Непонятно Что может быть дальше Вот Что у нас дальше есть Запас Небольшой Хавчика Еда Еда Естественно Та которая В принципе Не портится Здесь Чай Сахар Какао Всякая такая Мелочуха Типа чайная Вот У меня Две пачки Риса Пачка Пачка гречки Еще чай Кстати Еще чай Таблетки Чтобы вода Не такая Была безвкусная Потому что Воду я терпеть Не могу пить А вот эти плюсы Это очень Хорошая вещь Как бы Небольшой запас еды В принципе Это одному человеку Где-то Ну Наверное Даже больше Чем на неделю Мне хватит Этой еды Вот Еда Это есть Это в принципе Понятно В поводу еды Мне повезло Я снимался С Magic5 Блогерами И они мне подарили Сухпай Это где-то месяца Наверное Два назад Мы снимали С ними в бункере видео У них был там Обзор сухпайков всяких Они их открывали И выбрасывали Один с него и остался Говорит Хочешь забирать Французский сухпай Думаю Блин До 2024 года Говорит Да пусть лежит И кинул его в рюкзак Так он у меня лежал Лежал на подоконнике Ну как бы Это повезло Это я считаю Уже роскошь В нашем случае Но пусть лежит Дай бог Чтобы не пригодился Хай будет Хорошая вещь Вранцузский сухпай Подарили Потом Что у нас Кастрюля Кастрюля понятно Что можно Как бы Приготовить чай Приготовить пищу Что у нас тут еще А Рукавицы Ну понятно Рукавицы Это к одежде В кастрюле У меня есть Примус У меня есть Примус У меня есть Кастрюлевый Примус Балоны Смердеть газом Газ вытравливает Вот Мне как раз Перед выездом Только подарили Короче Супер современную Самую модную в мире Горелку Но я ее так и не успел Использовать Так она и лежит Сейчас чуть-чуть потеплеет Поеду в горы Буду использовать Вот горелка Такая замечательная На газу На всяких других топливах Ну то есть Универсальная вещь Баллоны с газом Я как чувствовал Понимаете Я как чувствовал Все Заготовил Все на свете Все на свете Ко всему готов Ко всему готов Понятно Что вы можете Не носить баллоны с газом Можно всегда Разжечь костер Попросить на заправке Кипятка Но Но Может же произойти все Что угодно И где вы окажетесь Завтра Оставите вы Свою машину Либо не оставите Никто не знает Что будет завтра И мы не знаем Что будет завтра Но все будет хорошо Будет хорошо А вам я хочу Показать Что у меня еще есть Интересного В моем рюкзаке Такой маленький рюкзак Как дамская сумка А столько всего вмещает Видите Дождевик Ну не знаю Не очень актуален Дождевик Нашей современной Погоде Зачем я его взял Я понятия не имею Я его купил На секонхенде Очень качественный Дорогой дождевик Регата Хорошая фирма Мировая Зачем я его Вкинул в сумку Я не знаю Ну зачем там Вкинул Значит пригодится Носки Сменные носки Актуальнейшая тема На стриме Коробку носков Подалили Тоже пригодилось Носки меняйте Меняйте чаще Как можно чаще Мойте ноги Меняйте носки Потому что Натрете ноги Будет хана Это давно известный факт Чистые ноги Вы не натрете А вот грязные Раз-два Можно и натереть Носки Трусы Еще водичка 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 Смех Кончился Водичка Что у нас еще Интересного А Что еще хотел Друзья Очень важный факт Очень важный факт Смотрите Когда вы Отправляетесь Ну здесь можно Как бы Трактировать это Не только Какими-то Уходом Из-под зоны Боевых действий А просто В принципе Вы отправитесь В поход Куда-то На необитаемую Зону Всегда носите С собой Ручку Бумажку 8-8-8-8-3-3-2-1-2-5 Вот К примеру Так Запишите Пару номеров Своих друзей Родственников Близких На всякий случай Пускай будут На бумажке Не дай бог Что-то с вами Случится Чтобы можно было Как-то вас Так сказать Опознать И позвонить Что вы Как бы Вот здесь Либо просто У вас сядет Мобилка И вы останетесь Без связи На бумажечке Вот я тоже Как бы этим делюсь Из опыта автостопа На бумажечке Всегда должны быть Телефоны Как бы Ну Того куда вы едете К кому вы едете Чьи-то Контактные данные Должны быть Всегда у вас Слод рукой Стоп С сам следующий блок Итак друзья Есть дымовая шашка Либо Может быть У вас есть Фаера Берите с собой Потому что Вы можете Идти по лесам А там Голодные животные Либо непонятно Вообще Что может По дороге Вам встретиться Это может быть С вами случится Какая-то беда Если вы в горах Вот Это такое Я вам полуобзор Полутуристический Показываю Всегда сигнальная Штука Пригодится Вот для вас Такая вот На Короче Длительном Осмотре Моего рюкзака Я обнаружил Что в рюкзаке Как бы Я собирался Попыхать Пол пятого утра Началась В Киеве Бомбежка И как бы Собирать рюкзак У меня в принципе В пять утра Обычно я только спать Ложусь В какое время Особое время Не было Думать Что брать Что не брать Поэтому естественно По глупости Я нахватал Много лишних вещей Дождевик этот Нахер ненужный Взял Часы Короче Взял позолоченные Позолоченные часы Я не знаю Нахрена Я их взял Но я их взял Но Потом ко мне пришло Сознание Сейчас как бы Война идет И Ну пока война Пока война Пока в магазинах Есть что-то Пока на заправках Есть как бы Бензин Но Вы столкнетесь Рано или поздно С тем Что этот бензин Кончится И еда тоже Кончится В принципе Эти часы Можно будет На что-то Выменять То есть Как бы Эту куртку И потому что Ну Кому-то Может пригодиться Вот Эти часы Вот Что дальше у нас есть Что у нас есть Дальше Друзья Есть у нас Осветительные приборы Если В палатке Спать Но батарейку Я потерял По дороге Где-то Она выпала А что ты смеешься Осветительный прибор Powerbank Powerbank есть Зарядить мобилку Если у вас Она еще осталась Там и пилка И кстати Я вам что хочу Сразу сказать По поводу мобилок Я заранее Заготовил Отдельную мобилку Себе Кнопочную Кнопочную мобилку Заготовил Если вдруг Разобьется Смартфон Чтобы у нас Была хоть какая-то Где она Сейчас вам покажу Есть у меня Вот такая вот Тарахтелка Там Сим-карта С заправленными деньгами Она у меня долго Уже дома лежит В шкафу На всякий случай Знаете На всякий случай То есть Если что Хотя бы позвонить Ну звонилка Хорошая звонилочка Такая старого поколения Но рабочая Рабочая верная Тут вот Взял я значит Не знаю Тоже нахера Когда нет электричества Но я тоже Что-то вкинул Рюкзак Кипятильник Это тоже Можно поменять Будет в дальнейшем На консерву Каким-то селянам Зарядок Каких-то Множество Миллион Каких-то Которые никуда не подходят Вообще Тоже на прав Тоже черти пойми Зачем Фонарь Еще один Фонарь Штука Актуальная В наше время Ну то есть Понятно Что как бы Везде фонарь Можно Применить Либо на худой конец У нас Еще есть один фонарь Этот можно На что-то поменять Фонарь В это время Штука Достаточно ценная Фонарик Заряжается От microUSB Работать Нож Понятно Нож Как бы вещь Очень важная Можно стругать Можно Обстругивать Можно Птичку Подрезать Если что Где-то Дичь Разделывать Дичь А дичи Сейчас много Будет по лесам Короче Аккумуляторов Множество Всяких Я набрал Нужная Вещь На худой Конец От них Можно Запитать Какую-то Лампу USB Лампа Дорогой Наш господин Мажерин Подарил Мне USB Лампу Опа Штука В палатке Освещать Достаточно Приятная Теплый свет 48 Так Это тоже Ну как бы Это уже ближе Конечно К нашей теме Ключ от всех поездов От всего Железнодорожного состава Если вдруг Вам придется Где-то Эвакуироваться Или Эвакуироваться В поезде Или из поезда Вещь которую Я всегда с тобой Ношусь Это знаете Оно может Никогда в жизни Не пригодится Но будет Один шанс Когда вот Эта штука Именно вам Может спасти Жизнь Или кому-то В принципе Вещь не тяжелая Но нужно О Это дорогая Повина Мне подарила Светильник Керосиновый Это такая Знаете Долька Романтики Долька Романтики Не использовал Еще Но Пойду в Карпатые Горы Буду использовать Горю Щепаула Изучаем Друзья Украинский язык Ну-ка Скажите Кто скажет Что такое Газ Я всем Кому друзьям Не говорю Никто не знал Что такое Газ Сережа Знаешь Газ Керосиновая Лампа Сто бутылочкой С маленьким Керосиновым Очищенным Авиационным Газ Ламп Не Газ А Газ Газ Понимаете Ты все знаешь Так Что у меня Еще Тут Есть Опа Наш Любимый Феникс Маленький Наключенный Еще один Фонарик Но Света Как говорится У диггера Никогда Не может быть Много Пускай Будет Лучше Будет Чем не Будет Пригодится Всегда Я говорю Еще раз Если вдруг Будет лишнее Или где-то Прижмет Можно всегда На что-то Поменять Где-то Где-то Как-то Вот этот А Ну это я с машины Вытащил Аромамасло Апельсиновое И вот это 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 Когда вы Начнете Уже через месяц Фу Тфу Вонять Уже начнете Короче Да можно Как бы Чуть-чуть Мудя Побрызгать Короче Чтоб хоть не воняло Если где-то У вас в транспорте Подвозить будут Чтоб хоть Не бзделаю От вас Шумыться нигде Есть не всегда Возможность Аккумуляторы Какие-то Множество Зарядок Кстати Интересная штука Я вот долго Искал на рынке Но оно есть Это USB зарядка Для тоненькой Nokia Видели Какой Есть Сюда Вставляешь И в компьютер Можно заряжать Тоненькую Старинную Nokia Хорошая вещь Так Ну вроде Почти все Сейчас посмотрю Что еще в этом Кармане У меня тут лежит Вот Бумаги Рулончик Посуду Вытирать Еще тут Тысячи Каких-то Зарядок Веревки Друзья Никогда Не пренебрегайте Веревками Веревки Это обалденная Штука Потому что Можно На рюкзак Что-то Подвязать Где-то Что-то Какую-то Дичь Привязать Еще Что-то Вот Множество Аккумуляторов Опять же Так Я забрал Все аккумуляторы Которые У меня были Дома Зажигалка Нужнейшая Вещь В природе Дальше Что мы Смотрим У нас Есть Ищет Машины Вторые Сжигалки Вот И Заканчивается Наш обзор Рюкзака На Мультитуле Мультитул Смотрите Когда будете Выходить из дома Ну У меня то есть Опыт В бродяжничестве Я знаю Что это такое Если вдруг Вы оказываетесь Где-то в городе С детства Была тема Что Попить водички В кране Да Я к сожалению Мультитул Сломал Но Можно сделать это так На кранах Возле подъездов Чаще всего Сами краны Дворники Или дети Снимают Чтобы открутить кран Вам нужно чем-то Его захватить Поэтому вам нужно Собоязать Лучше всего Мультитул Ну или Плоскогубцы На худой конец Вот есть Мультитул Как бы Вазермановский То есть вот Этим вот Можно повернуть кран Как бы И набрать воды Там умыться Такое Самое жизненно Необходимые вещи Сделать Как действия Диверсии делали Возле подъездов Теперь это стало Жизненно важным Опытом Вот Такой Небольшой обзор На мою сумку Ну Собственно Все что у меня есть Как бы Вот рюкзак Надежный Мой друг Который много-много лет Уже Вот собственно Как бы И все А что еще Я хотел вам показать Вот Смотрите Если будете Где-то идти В деревнях Возле каких-то Сельскохозяйственных Коровников Либо Каких-то Свинарников Мочевина Сухой спирт Как он ты говоришь Называется Уротропин Уротропин Он же сухой спирт Друзья Обалденная штука То есть В принципе В любых Сухих Мокрых Условиях Оно Будет Классная Очень вещь Взяли Кусочек Отломили И в коем случае Не контактировать С едой Напрямую Но Костер Распаливать Согреться Обалденная Вещь Просто Обалденная В магазине Оно стоит Денег В Кровниках Там можно Собирать его Бесплатно Мочевина Это что с ним делает Для чего Он Блядь Хуя знает Ну короче В сельскохозяйственных условиях Его можно найти Его можно найти В Кровниках И как бы И пользоваться Можно согреться Вот оно Стопни Так друзья Хотел еще одно Сказать Это была Памятка Как бы От МЧС ДСНС Наших Замечательных Спасателей Что когда вы будете Передвигаться По улице Во первых Вы делаете Это днем Ни в коем случае Как бы Не перебегайте Когда видите Или слышите Перестрелку Ложитесь И лежите Никуда не двигайтесь Идете себе прямо Ни в коем случае Не сталкивайтесь Как бы На конфликт С вооруженными людьми Вы не знаете Что это за Люди У вас есть своя задача У них есть своя задача Скорее всего Они даже вас И как бы Вообще Никакого дела До вас нет У них есть свои задачи У вас есть свои Ни в коем случае Не вступать в конфликт С вооруженными людьми Это самое последнее Что можно сделать Потому что Это может стоить Вам в жизни Вы идете Спокойно Не спеша К своей цели То бишь Туда Вот туда Да сейчас Я что-то хера Что хочу Ни в коем случае Не трогайте Все что видите По дороге Какие-то кульки Какие-то пластмассовые штучки Это могут быть мины Идете сугубо По дорогам Аккуратно Смотрите Под ноги Растяжки Сейчас такое время Увы друзья Двигаемся Аккуратно Средь беда дня Старайтесь Рассчитывать Световой день Так Чтобы до вечера У вас было До утра До вечера От утра до вечера Световой день Чтобы у вас где-то Была точка Чтобы нормально Поспать И утром Снова дальше Двигаться Вот Ну как-то так Так Не тратьте Свою жизнь Своё здоровье Не тратьте Своё Наше здоровье Наши силы Мы стараемся Для ребят Которые нас ценят Которые поддерживают И которые вместе Топят За добро За любовь И за позитив А кто не топит За любовь И против пубертата Топит Тому Что я хочу сказать Сопасайтесь Семочками Как говорится Подсолнуха Пшеницей Любым зерном И как бы Вам придётся Так что друзья Кто восстал Против пубертата Против сил добра Против нашей страны Я желаю Запастись Семочками И скоро Стать удобрением В нашей земле И как говорится Не мешайте Хорошим людям Жить Я вам просто Говорю Не мешайте Хорошим людям Развиваться И быть классными Вот Вот так В противном случае Как говорится Отправляйтесь Вслед туда же Куда и российский корабль Нахуй Как говорится Ну Есть как есть Друзья А мы движемся К добру К позитиву Как говорится Объединять добро И вместе к добру Построить Классную Украину И дружить со всеми Чтобы у нас Все было классно Чтобы нам гости Нормальные приезжали Никто нас не осуждал И не рассказывал Как нам жить Потому что Кто нам будет рассказывать Как нам жить Пойдет вместе За русским кораблем Нахуй И друзья Хочу выразить Огромную поддержку Всем в том Кто там Наверху Меня защищает Всем службам Полиции МЧС Всем Всем Спасателям Докторам Военным Особенно Сбройным силам Украины Друзья Спасибо вам большое Надеюсь Что когда вылезу На поверхность Там будет все хорошо На самом деле Я шучу Я стараюсь тоже Помогать Чем могу Каждый из нас Даст По крошечке По крошечке И мы Сделаем этот мир Краше И победим Вселенского Дракона И будем Классно жить Так что Слава Украине Слава Сбройным силам Вместе К добру И к победе Всем добра И любви Друзья Вот за ох Слава Украины